У меня сломался вот этот вот мой пылесосик, и мы купили новый. У меня теперь есть возможность сравнить две модели. Это недорогая, без мозгов, и это умная, управляемая, с новыми какими-то технологиями. Вот что в результате удобнее, буду сейчас рассказывать. А пока сделаем уборочку, и после уборки я уже буду все вам рассказывать. Для кого неудобно, кто не хочет смотреть, как он убирается, тому в описании я оставлю время, когда начинается именно словесный обзор, когда я сравниваю характеристики этих двух моделей. Ну что, давайте убираться. У меня три дня не было уборки специально, чтобы проверить максимальную эффективность, поэтому не пишите мне, что у меня там грязно, не подметено. Но у меня для съемок было специальное время, чтобы мусора было чуть побольше и погрязнее. Готовим комнату. Ну что, посмотрим, что у нас с полами. Мы пошли обследовать полы. Ну, здесь достаточно чистых, крупного мусора нет. Такие какие-то фигнюшки. И предварительный просмотр. Пошли, Шока, дальше. Конечно, кухня самое такое место. Посмотрим, как вот эти вот штуки он не подметет. Так, и все, вот это набрано. И ушли здесь. Так, всегда у тебя здесь, да, у тебя всегда здесь грязно. А сейчас будет пылесос бегать. Так, пошлите дальше. Коридорчик. Так, пока столько здесь. И относительно вот так. Нужно вымочить перед. Улажнили. Перепили. В принципе, они крепятся на магнитик. Достаем. Вот. Набираем сюда воду. Я набираюсь в фильтр. Так, ими. Кто-то торопился. Хотя лучше, конечно, выбрасывать вот сколько-то пошло. Подметалось. Сейчас выбрасываем. Вот такая щёточка для краски. Потому что в комплекте вроде ничего не шло. Вот она. Вот всякие вот эти вот мелочи. Да вычищает. Все. Поехали. Значит, первое, он идёт. в эту комнату. Так, видите, обогнул препятствие. Дальше. Вот он каким-то образом считает, что вот между столами, вот он сразу здесь убирается. Вот здесь. это комната. То есть, она у него проходит по размерам комнаты. Я обычно убираю занавески. Ну, чуть приподнимаю. Сейчас посмотрим, как он справится со всем этим. Препятствие первое. Это ножка. Упорно он к ножку проходит. Видите? Занавески. Вот у меня иногда он заходит, иногда нет. Поэтому я занавески приподнимаю. Чтобы он лучше заходил. Всё, видите, зашёл. Так. Так. Так, вот смотрим, видите у меня какая тут, вот он там крутится, но не застревает. Оп, видите, выпал в проводочки. Обходит их, видите, чуть задел, но обошел. Я ничего специально не готовила, вот как есть. Туда не проходим. Вот у него какая-то невидимая линия, видите, по вот этот стол. Что он считает, что это комната для него, в его мозгах. То есть по краям он считает, что он убрался. Теперь убирается все рёдочки. Кошан у нас уже не боится. Не боишься уже его? Только наблюдаем. Он считает, что он уходит отсюда. Всё, я ставлю стулья, потому что сюда он больше не придёт. Всё, пошёл на выход. Прямо. Ну что, пошли за ним? Пошли? Так. Всё. Вот почему-то он вот так делает. Заходит теперь в эту комнату. Меня устраивает. То есть пока он там... Всё. Ну то есть я его запускаю. Там он пока подметает я вот эту комнату просто заранее. А так я прихожу и здесь убираю всё. Я всё-таки убираю, чтобы у меня остался периметр максимальный. Вот. Сначала он ходит по периметру. Более широкое для него. Пятятствие. Принимает решение смотанку. Так, вот смотрим. Занависты, которые не такие высокие. И к сторону он подходит. Я гружу, но нужно, чтобы ты их не обходил. Батареи. Я вот пальку. Я выдирал. Я выдирал. Смотрите, что большая часть. О, смотри, как она что-то. Смотрите, как она тебе нашла, да? Нет, она не так двигается, да? Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот этот коврик. Иногда на этом коврике он застревает. Иногда преодолевает без проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять вернулся в комнату. Теперь будет убирать середку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 только руками если заставить с пульта ее мы смотрим как автомат работает всем привет это Таня Матаня теперь я буду чуть подробнее рассказывать про обе модели стоит ли переплачивать или пусть уж называется за маленькие деньги лишь бы под металл сначала посмотрим ну как внешнее отличие у этой модельки просто был вот такой вот вот такой вот фильтрик здесь фильтр вот так открывалась вот этот вот вытаскивался пыль сразу насыпался потому что мы его капитально не отмывали просто сломался и все так дальше у этой модели два вот таких венечка мы их несколько раз покупали докупали их вот сюда идет всасывание он нас лежал около полугода нерабочий поэтому тут видите не так все красиво и вот сюда прицеплялась вот видите два пазика по моему сюда тряпочку где она я уже не знаю потому что в принципе я ей не пользовалась ну из-за ее не особой эффективности и когда он у меня сломался в результате пользовался очень долго несколько лет у меня есть видео когда с покупки то есть все все можно отследить сколько когда я что пользовалась по моим видео и теперь мы перешли на эту модельку у него посмотрим вот эти вот заднюю часть вот такие вот для мытья они круглые на присосках вот дальше у него очень крутой вот здесь вот со свете она какой широкая по сравнению с тем и очень модный подметальщик вот и при этом надо сказать один вот такой вот венчик такой под одна подметалка и и второй как видите нет он все время поворачивается одним боком для того чтобы подмести и его назначение не все подмести а только как бы из углов вымести и сюда направить да в самый центральный подметатель но согласитесь что даже визуально такая система уже кажется более надежным с такими вениками с таким большим засосом и с дисками которые крутятся вот они в отличие от того что стационарным подается и здесь такая емкость которая подают воду и это фильтр который забирает сухой мусор в принципе вот этот меня в чем-то устраивал он меньше соответственно и по высоте и по объемам дальше и вот этого в требованиях при парковке чтобы справа и слева не было никаких препятствий чтобы он начала стартовать и мне трудно было найти место для него теперь он у меня тут мы вроде привыкли не сшибаем его ногами но посреди коридора потому что у этого не было таких моментов и он у меня стоял компактненько если бы у меня не было вот этих требований то то я его поставил вот сюда в уголок чтобы было аккуратненько но поставить сюда не могу либо он у меня вот здесь вот посередине будет стоять что а у меня здесь получается ему розетки нет продемонстрирую то есть видите выход розетки сюда и у получается то я бы хотела чтобы вот так вот он стоял а так тогда вообще с двух сторон у него препятствие и у меня не получается не дотягивается провод если я вот так если бы провод был с этой стороны может быть он у меня вот здесь и стоял бы ну в общем есть свои неудобства а малыш у меня вообще вот здесь вот стоял вот сюда он закатывался под под стол и прекрасно там стоял его не слышал не видела это было мега удобно теперь эту я не могу сюда поставить эту модель но главное как он убирается устраивает ли уборка вот первый лесос у меня прослужил очень долго вот только вот эти вот венчики мы постоянно венечки все время меняли примерно раз в полгода наверное их приходилось менять но я думаю что здесь будет также тот же вопрос покупали мы на али сейчас не знаю где будем закупать расходники если что-то будет при придется поменять он меня устраивало но он запутывался в проводах абсолютно это было то есть иногда я запущу приду а он что-нибудь все равно запутывается и останавливается потому что что-то не может преодолеть либо он что-то себя накрутил то есть такие поломки периодически у меня были дальше но это как бы ерунда потому что в принципе это было но это ерунда в принципе можно было с этим смиряться запустил и он все равно уборку делал хорошо то есть если все нормально вот да я уходила и запускал его делал он уборку намного дольше то есть вот из-за того что делал уборку намного дольше это связано с его алгоритм передвижение я делала небольшое видео когда его только купила не особый обзор а просто показывал как вот он двигается он двигается хаотично из-за того что он не запоминает параметр помещения как уже тот робот пылесос у которого более серьезные функции в мозгах да где потому что вот сейчас эта модель она уже рисует план помещения сначала обходит его по периметру и вы на видео это видели а потом уже начинает середочку убирать у того не было и он носился хаотично где-то он не пропускал но вот за счет этого хаоса он ходил дольше то есть ему нужно было вот это вот случайно сврежусь под каким-то углом подвернул в общем-то мне все время был алгоритм не работе непонятен носился с вылупленными глазами у него было странное свойство он все время прилипал к людям это вот я серьезно то есть если приходит человек он начинает вот к ногам лезть и вот реально я вспоминала вот этот вот фильм робот где очеловечивали робота что у него есть эмоции из-за того что вообще электросхема изначально это уже передачи информации а соответственно это уже какой-то интеллект в любом электрическом приборе но реально просто это какой-то кошмар то есть где ты находишься то ли у него датчики движения так сработали я не знаю но это прям факт то есть он будет кружиться вот прям около тебя и по все время тебя долбать это было не очень приятно этого кстати он не вообще тебя игнорирует он тебя не замечает и в принципе к препятствию он подходит так аккуратненько рассматривает как бы как будто его датчиками и потом приближается то есть вот эта замедленность а то прям в себя врезался и вот это вот хаотичность она конечно ну немножко напрягает но цена вопроса знаете когда все равно уборка была нормальная у меня вот нету ковров есть только вот этот вот коридоре вот причем у меня были разные в прошлый раз у меня был более длинный коврик на коридор и меня устраивал он заползал на этот коврик и в принципе коврик мне хорошо выметал новый металл все хорошо он делал он у меня был без ворса и принципе вот меня все устраивало и получается что срабатывал он но вот по сравнению с ценами да если такой пылесос стоит в 3-5 раз дороже с мозгами чем без мозгов я утрирую так так потому что у нас сейчас современной модели у нее уже есть приложение в приложении вы видите комнату как он убирается но про приложение про приложение какие вылезли значит нюансы при первом тестировании я значит его запустила я поставила сначала просто подметание хотел посмотреть подметание а потом поставила мокрые вот эти вот значит ветчики и думаю пусть он мне также пройдет я посмотрю как он уже помоет он отказался мне в той же комнате убираться он сказал в этой уборке прошла уборка то есть я уже здесь все прошел то есть он не согласился второй раз проходить мне уборку для меня это было и мне пришлось там другой комнаты выпускать нового то есть для меня это было неожиданно потому что вот вот этот вот простой пылесос где хочу я хочу в этой комнате в одной поднести я его ставлю включаю и он у меня с любого места где я поставил начинает уборку а у того вот это память помещения и ее нужно сбрасывать и то есть когда начинается усложнение алгоритмы и жизнь усложняется хорошо нужно сбрасывать скажете ну чё приложение то но приложение мы поставили на телефон мужа и решили что синхронизируем потом с моим телефоном какое-то время мы пользовались так муж у меня обожает такие всякие штуки он там значит переставлял режим это можно режима переставить но это вы все прочитайте я не буду рассказывать то что есть в инструкциях то что есть в открытом описание вы и так все прочитаете я именно про практическое использование и он я буду какое-то время прошло мы попользовались этим телефоном я говорю давайте мне это уходишь я запускаю сбросить то есть я хочу там например чтобы он только кухню там подмел или еще что то ну то есть как как-то им управлять он дает оповещение потому что вот на коврике он у меня иногда все-таки застревает и вот здесь иногда вот эти вот столы у меня с такими этими ножками металлическими иногда он там застревает то есть бывает такой ну раз на стол уборок может но бывает и я поэтому ну то есть а так приходит как бы ну то есть у тебя в приложении оповещение есть ты же удаленно можешь за ним наблюдать из приложения мы начали мне ставить мы не смогли синхронизировать мы еще разбудим напишите у кого были вот эти вот сложности и как вы их обходили то есть у меня пока не получается на двух телефонах чтобы стоял приложение я все видела пока пользуемся один это хотя вроде предусмотрено ну вы понимаете то есть вот это вот понять логику и и воспроизвести мы пока не смогли то есть вот эти вот мозговые пылесосы их нужно вникнуть в логику разработчика и все будет нормально по цене вот с таким вот как с такой подметалкой вот этой вот широкой в принципе он один из дешевых недорогих потому что другие модели вот эти вот современные с круглыми вот этими дисками они более дорогие то есть сейчас то есть эта модель в принципе она достаточно бюджетная по сравнению с другими аналогами потому что есть более дорогие то есть вот моя модель это где-то средний класс и для себя отлично вот этот для меня было важно все-таки влажная уборка потому что если каждый день убираться то есть каждый день его ставить на уборку то в принципе практически со шваброй перестаешь ходить но все-таки это но вы должны понимать что это пылесос у него главная функция подметать а это не влажная уборка вот эти вот венчики это лучший способ подмести потому что влажно когда вы соберете вот так вот слегка мусор мы собрали мусор все равно по большому счету потому что некоторые прям рассчитывают что они вообще полымать не будут все равно в некоторых углах у меня есть там на кухне вот этот вот дежурный угол у меня я и швабры туда плохо стою все время тряпкой прохожусь то есть все равно уборки нужны то есть но они стали намного режем не поэтому есть вы каждый день вот его запускаете то прекрасно вот я не знала что есть контейнером у меня у подружки вы уже будут пылесосы я хотел купить как у нее но она тоже давно покупала и уже этой модели нет то есть модельные рядом менять я буду тебя устраивать я не хотела выбирать а надо устраивать я залезла уже такого нет поэтому ну пришлось выбирать уже сравнивать смотреть обзоры все обзоры каждую модель в принципе нормально преподносит то есть нет таких отрицательных обзоров поэтому выбрать на самом деле сложно многие обзоры делают как распаковки и такие блогеры которым ну такое ощущение что на обзор это все далее они так красивую картинку только преподносит поэтому вот вот такие вот значит вопросы как он подметает вы посмотрели очень удобно и все таки вот это вот функция то что есть долив контейнер это классно мне казалось что контейнер маленький но на самом деле после того как потом походил в контейнер достаточный то есть он чуть-чуть увлажняет тряпку на мои 50 квадратов вот он все время чуть-чуть остается немножко остается вода он не до конца расходует поэтому мне хватает по времени вот здесь сейчас посмотрю сколько он проходил значит он ходит долго по краям а потом очень быстро середку а у него алгоритм когда он вот так вот ходит и в принципе ничего не пропускает когда тряпочки грязные при обидно вот эти линии как как он идет вот этот вот спиральку и он обходит очень достаточно быстро потому что вот я говорю тот пылесос телефон озените оговорилась тот пылесос достаточно долго ходил для меня и в принципе из-за того что он быстро убирается я перестала его запускать без себя потому что тот из-за того что вот он долго носится и все время в ноги не лес я старалась вот куда-то уходить и запускать мебель я всегда убирала и для того и для этого да он может обходить но это увеличивает время уборки то есть мне проще переставить стулья тем более вот я говорю у него какой-то алгоритм странный что он считает маленькая комната вот это вот то есть он считал что вот эти столы это как стены и какой-то проход то есть я не за как веранду это считает он или еще что-то сначала здесь убирается и я стулья просто возвращаю и он пошел в другие комнаты я то есть я пока он убирать я быстренько переставляю вот эту мебель своими делами занимаюсь и мне конечно это очень сильно экономит мое время и пока это не матаня вот кратенько я рассказала если что пишите комментарии давайте вопросы конкретные я думаю что вы уже смотрите не первый обзор технические всякие характеристики вы уже посмотрели на этот на эту модель я довольна мне меня все устраивает чистку он производит лучше чем тот пылесос однозначно лучше я не жалею что вот мы вложились посмотрим теперь сколько он будет работать потому что умные мозги иногда сокращать срок жизни но пока нигде характеристики вы это нигде не найдете да то есть модель достаточно новая чтобы там кто-то там сказал а вот четыре года проработал и все хорошо а когда четыре года проработали уже будет другая модель всем пока это не мотание я надеюсь мой обзор был для вас полезен и вы сделаете правильный выбор для своего дома потому что это мега удобно вот робота пылесосы я уже без них без мультиварки без стиральной машинки робота пылесос уже жизнь не представляет и скоро будет обзор соковыжималки мы тут еще сквыжималочку купили так что не пропустите мои обзоры всем пока